и снова всем привет друзья мои хотела прогуляться с вами здесь по красивой улице в городе райт но что-то снуют машины будет шумно даже не знаю как нам быть сегодня у нас пятница 16 апреля температура плюс 12 и моя очередная с вами прогулка и мой очередной рассказ англия продолжает скорбеть по принцу филиппу завтра 17 апреля как вы знаете состоятся похороны в энзорском замке и конечно же в основном сейчас все средства массовой информации все телевизионные каналы они рассказывают именно о жизни принца филиппа о том как они прожили очень длинную жизнь 73 года вместе с королевой елизаветой второй как сейчас готовятся к похоронам вот как выяснилось что несмотря на то что уже королева объявила чтоб похороны будут проходить только среди членов королевской семьи но все равно получилось почти 800 человек конечно же королева посчитала что это слишком много и в результате очень очень долго думала королева и в конце концов она оставила только 30 человек которые будут следовать процессии за гробом и вот эта процессия она будет следовать также в определенном порядке первое будет ехать королева елизавета вторая она будет ехать в одиночестве на машине отдельной дальше пойдет за гробом принц чарльз и принцесса анна это старшие дети королевы елизаветы и принца филиппа за ними будут следовать принц эдвард и принц эндрю это младшие два сына королевы после них будет идти принц уильям и чуть поодаль принц гарри между принцом уильямом и принцом гарри будет питер филиппс питер филиппс это давний друг семьи говорят что он принял живое участие когда братья потеряли мать принцессу диану он очень им помогал и королева надеется что может быть он поспособствует их примирению ну и также участники процессе и будут следовать за специально разработанным самим принцом филиппом ландровером который будет вести гроб вот так выглядит этот ландровер и говорят что проект герцога единбургского по изготовлению собственного катафалка land love rover длился 16 лет филипп потребовал перекрасить его в зеленый цвет и спроектировал заднюю часть с открытым верхом специальные упоры чтобы закрепить гроб на месте также сообщают что принц филипп будет похоронен в гробу созданном для него множество десятилетий назад гроб этот сделан из английского дуба и облицован свинцом точное обстоятельства изготовления этого гроба остаются до сих пор загадкой поскольку нет никаких данных о том когда именно он был создан вот несколько компаний похоронных передавали этот гроб друг другу говорят что еще в 1991 году компания ливертон энд санс стали официальными королевскими распорядителями похорон и им передали этот гроб а до этого этим гробом владела другая фирма которой в свою очередь его передал другой ныне не существующий похоронный директор и поэтому нет никаких сведений о том сколько именно лет этому гробу за исключением того факта что он был построен более трех десятилетий назад и еще говорят что у королевы елизаветы есть точно такой же гроб который был создан в одно и то же время по традиции членов королевской семьи хоронят в гробах облицованных свинцом так как это помогает сохранить тело на более долгий срок поскольку гроб герметичен и предотвращает попадание внутрь влаги начнется церемония в 15 часов по местному времени или это будет 17 часов по москве в часовне святого георгия вензорском замке ее будут транслировать по телевидению британскому служба продлится 50 минут королева будет также и на службе сидеть одна и дальше гроб с телом принца филиппа будет опущен в королевский склеп хор исполнит гимн великобритании затем королева и члены семьи покинут часовню но вот еще интересная история что говорят что принца филиппа опустят в королевский склеп но это временное его пристанище хотя и не уточняется почему именно гроб принца филиппа временно поставлен там склепе но наверное многие догадываются что королева возможно после своих похорон захочет чтобы она с мужем стояли вместе возможно где-то даже в каком-то отдельном помещении склепа семейного вот как то так ну и еще журналисты помещают много очень фотографий принца чарльза где он выглядит очень скорбящим и многие даже говорят что вообще не видели принца чарльза таким расстроенным практически плачущей я хочу еще небольшую такую историю вам рассказать опять же о меган маркл вернемся мы снова к ней вы знаете эта женщина хотя ей говорят все и советуют keep quiet знаете что такое keep quiet по-английски это значит ну сиди помалкивай сиди тихо веди себя тихо но это не про меган маркл история она конечно же себя тихо вести не может не умеет и даже не будет и стараться так вот она что заявила последнее последнее ее вот такое вот громкое заявление на публику она сказала хоть ее никто и не спрашивал но она вот заявила во все услышание что вот все те обиды которые ей были нанесены она сейчас уже учитывая сложную ситуацию со смертью принца филиппа она готова даже простить королевскую семью а я вот показываю вам иду здесь как раз школа рядом и посмотрите школьники английские вышли конец занятий сейчас три часа дня у нас вот посмотрите какие у них школьные формы как они выглядят и как они как они как они здесь учатся в школе большие и маленькие ребятки все в одной форме так вот вы знаете Меган Маркл она конечно в своем репертуаре и она всеми силами пытается опять перетянуть одеяло на себя вот вот ей понимаете никак не имется как же так она не поехала на церемонию прощания принца филиппа все сейчас газеты только и пишут и журналисты только и говорят как о королевской семье о похоронах о принце Гарри и забыли совсем упомянуть Меган Маркл ну и она решила сама о себе напомнить вот таким вот образом что она несмотря на то что ей никто не предлагал и никто не собирается по-моему ей приносить какие-то извинения она вот видите сказала что она готова принять извинения от королевской семьи и готова даже им все простить все обиды им простить мне вот даже знаете кажется что здесь вот на такое вот поведение Меган Маркл очень сильно влияет вот именно сейчас ее окружение там в Америке ведь там в Америке все буквально после ее интервью ну почти все приняли сторону Меган Маркл несчастной обиженной вот такой вот женщины со сложной судьбой которую там практически затравили как она рассказывала вы все это знаете ее все поддерживают все на ее стороне все считают что там королевская семья поступила очень плохо вообще безобразие полное и она вот это все видит она все это читает она в этой атмосфере сейчас живет и она считает что она действительно права во всем понимаете поэтому вот такое вот ее заявление что она готова простить королевскую семью мне кажется это именно исходит вот от этого вот то что окружение вокруг и она все это слушает и считает что она права но здесь как говорится каждому свое а я иду мимо и хочу вам показать здесь в райде крокет клаб крокетный клуб вот членство можно купить здесь все платно посмотрите как много здесь сейчас людей играет в крокет и также там еще есть большой теннис теннисные корты мы с подругой хотели как-то даже записаться на этот большой теннис в надежде на то что может быть найдем каких-то себе англичан познакомиться вот видите там вдалеке играют за сеткой люди в теннис также прекрасное времяпрепровождение на открытом воздухе но даже может быть не так большой теннис как вот этот крикет который может играть в принципе любой а вот здесь есть еще такая небольшая открытая площадочка видите там отдыхают сидят ждут своей очереди может быть кто-то кто пришел но сам не играет следят и болеют и также там можно попить кофе я по крайней мере знаю что раньше это было так сколько стоит карточка члена клуба этого я не знаю даже не буду вас вводить в заблуждение если кому-то интересно может найти посмотреть такой у меня сегодня рассказ для вас друзья я на этом свое вещание заканчиваю слишком здесь много людей я очень неудачно попала вот видите опять идут толпы школьников домой я не хочу но к сожалению попадаю иногда вот такое скопление людей мне совсем это не надо но друзья всего вам доброго увидимся берегите себя всем пока